Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. Доброе утро, друзья. У нас сейчас впереди самый, пожалуй, насыщенный на гостей подарки час. Будем во второй половине часа разыгрывать от Нины Ручкиной платок и еще много всего интересного. Там Андрей Бабрихин придет. Ну, а сейчас в студии у нас автоэксперт Кирилл Форманчук. Кирилл, привет. Недельку мы не виделись. Кстати, я сейчас вспоминаю, что произошло за неделю. Пожалуй, меня больше всего поразило видео. Может быть, ты смотрел, где Ниссан просто с крыши упал какой-то лист наполовину. В Владивостоке, да, там были дожди ледяной дождь и до сих пор какие-то ужасающие последствия всей этой истории. И очень много автомобилей пострадало от падающих деревьев. Ну, хотя это происходит не только в Владивостоке, например. У меня за этот год по Екатеринбургу было около десяти исков. Людям помогали по упавшим деревьям. Причем часть деревьев падала просто на улицах города, в которых муниципальная часть падала во дворах, которые принадлежат управляющим компаниям или ТСЖ. Ну, это же, как правило, сразу не страховой случай. Ну, если нету добровольного страхования, то есть каска, да, то, конечно, это надо судиться и высуживать непосредственно с хозяина этого дерева. Что, собственно, как правило, как вот произошло в Владивостоке вот с нашим этим героем, которым машину пополам разрубила упавшей бетонной плитой, значит, управляющая компания сказала, что это не мы вообще, это не наша, нам подбросили ее. Начали говорить, что какие-то интернетчики там что-то проводили, какие-то провода. Да, в общем, все как обычно. Вот, понимаете, когда речь идет о возмещении вреда, будь то упавшее дерево, там, упавший снег с крыши, вообще все, что угодно, да, вплоть до прорыва трубы, вот, например, у нас с водоканалом есть несколько судов, когда просто разрывается труба, там, ну, и машины затапливаются, еще что-то там с ним происходит. Вот. Вот, никто добровольно ничего не платит, понимаете? То есть не надо вообще думать, что вам кто-то добровольно заплатит и вынет из кармана денег, значит, во-первых, что касается всяких государственных, муниципальных и прочих учреждений, у них просто нет никаких бюджетов, а они все бюджетные, и они не могут вам просто выделить денег, потому что у них есть бюджет. А вот если у вас будет решение суда, вы придете в банк, спишите, они там скажут, ну, вот, так случилось, как бы, мы ни при чем. Там миллион рублей в течение 40 лет. Нет, они, нет, правил деньги есть, все это списывается моментально. Вот у нас сейчас прям идет суд, на той неделе было очередное заседание, как у Тюза упал дорожный знак, который был подвешен на трос, просто человеку на машину, то есть человек стоял, ждал зеленый сигнал светофора, упал дорожный знак. Он просто тупо отгнил, ну, то есть вот крепление на нем отгнило, как бы, и он просто упал на машину, значит. И мы уже там седьмое или восьмое заседание ходим и выясняем, чей же это все-таки знак. Кому он принял? Кому он принял, наверное. Администрация говорит, есть центр организации дорожного движения, мол, они должны все обслуживать. ЦОД говорит, что нет, это знак старый, его устанавливали еще там 10 лет назад, тогда нас не было, мы вообще делов не знаем, у нас этого знака в плане нет. Вот, привлекли там всех-всех-всех, короче. И вот всегда это все заканчивается взысканием с кого-то. Самое главное, что можно судиться. Просто это долго, муторно, как бы, да. Причем люди этот знак носят с собой в суд, уже два раза приносили, значит, попытки кому-то отдать. Значит, какая история была? Значит, вот когда упал знак, мимо проезжал гаишник. Гаишник подошел, сразу установился, ну, там, зарисовал схему человеку, говорит, вам нужно это, езжайте в отдел оформляться. Знак берите с собой, покажете им, они там отдадут, разберутся. Значит, человек приехал в отдел, в ГАИ, говорит, вот, заберите знак. Они говорят, не-не, чувак, нам не нужен твой знак, давай-ка это. И вообще это не ДТП, езжай в отдел полиции. Человек поехал в отдел полиции. Все там, ему все оформили, приняли заявление. Говорит, а знак-то, может, заберете? А это не наш. А он говорит, а нам зачем? Мы в полицию, идите там, отдайте куда-нибудь кому-нибудь. А человек вызвали на осмотр, на проведение экспертизы как раз Центр Организации Дорожного Движения, администрацию Екатеринбурга. От них приехал специалист. Человек говорит, вот тут ваш знак, заберите его, пожалуйста. Не, нам не нужен вообще знак, да что там делать? Ну, а вы купили. Делать, что с ним ходить. Значит, идет суд, представитель, юрист администрации в суде говорит, мы вообще напишем заявление в полицию на вот этих людей, что они украли наш знак. Я такой сижу, слушай, ты здоровый вообще человек. Судья тоже смотрит, мы тут обсуждаем уже несколько процессов, что люди просто не знают, куда знак деть. Короче, на следующее заседание они приносят в суд этот дорожный знак. Говорят администрации, заберите этот знак. Администрация говорит, не, это не наш знак. Вот идите там на Гурзуфскую, в Центр Организации Дорожного Движения, его заберите. То есть, вот это весь подход вот виновников, причинителей вреда потерпевшим. Это как вот с этими шторками сейчас, да, в такси, получается та же самая ситуация. 100% та же ситуация. Ввести ввели, кого-то вроде даже оштрафовали, а сейчас отменили. Что делать? Ну, вот таксисты-то говорят, мы вроде как денег потратили, там как-то никто не хочет нам их вернуть-то? Нет, это не наш. Полторажечку верните, говорят. Это не наши деньги. Ну, как бы да, что государство говорит, ну как бы, да нет. Не будем, не будем. Кирилл Форманчук у нас в студии, принимаем вопросы на 385-09-23, на WhatsApp тоже. Плюс 7953-385-09-23. Вот вчера обсуждали мы этот электронный ПТС и нашли такую лазейку для нечестных людей. Ведь ничто не мешает взять в аренду машину, у тебя ПТС-ки-то нет, и с этим свидетельством просто пойти продать. Это же как бы элементарно. Ничего не мешает абсолютно, но я могу сказать, например, что касается Екатеринбурга, ну, там и прилегающих городов. Вот я недавно продавал машину свою, и мне гаишник позвонил. Такой, здрасте, там, Рео, там, верхний пышмыть, типа, скажите, а вот машину вы там эту продавали? Обычно, со старым ПТСом, обычно, ну, просто старая машина. Я говорю, ну, да-да, он говорит, что, ладно, там, типа, ну, ок. То есть и такое, как бы, ну, то есть это... А если это был не гаишник? А если это был сосед какой-нибудь? Ну, я просто знал, что они поедут в это время, там, примерно, поэтому, в принципе, я готов. Я когда увидел, что там, ну, как бы, звонок из городского номера, там, поэтому я сразу понял, что там, ну, это по этому вопросу. Ну, а так, да, ну, я могу сказать, что и с бумажным ПТСом вы могли сделать то же самое, просто прийти и написать заявление, я потерял, все. Просто, ну, левый человек же не мог прийти со свидетельцами сказать, я потерял, там, нужно какие-то... Ничего там не нужно, ничего абсолютно не нужно. Если вы потеряли ПТС, вы можете прийти просто... И вы не хозяин. Ну, ты с договором же пришел, ты, типа, хозяин, все. Ага. В общем, все сложно. Как все просто и интересно. Просто, да, вы поймите, что... Транспортное средство – это источник повышенной опасности, вот. И нельзя им распоряжаться, абы как, да. То есть, если ты его кому-то передал, значит, ты все-таки, наверное, должен понимать, кому ты его передал и как ты его передал. И понятно, что нечестных людей много, но с таким же успехом, там, не знаю, машину могут увезти и на запчасти продать. Ставьте маяки, ставьте сигнализации различные, чтобы отслеживать. Вот у меня буквально закончился суд на той неделе, опять очень интересный, значит, произошло ДТП. У виновника не было страховки. Значит, ну, мы все подали в суд на девушку-виновницу. Значит, в суде выясняется, что... Она говорит, а меня вообще там не было, я был в другом городе. Мы как, гаишные документы, еще есть номер прав. А я вот там, когда права получила, там, несколько лет назад, я на ВКонтакте, типа, с ними сфоткалась, типа, смотрите, какие у меня права. И кто-то, мол, их использовал. В общем, закончилось это тем, что взыскали деньги собственника автомобиля. Хотя он не был за рулем. Хотя он не был за рулем, он сидел дома, да, как бы, а он, это вообще-то его имущество. Он должен указать тогда, кто ему владел. Это субсидиарная ответственность. Нет, это не субсидиарная, это называется, как раз вот, когда речь идет об источнике повышенной опасности, в том числе, да, он собственник, он собственник, он отвечает. Не хочет отвечать, пусть скажет, за рулем был тот-то. В общем, это был чудовищный, по своей сути, какой-то процесс, причем жену даже этого собственника привлекли, вот, и в итоге взыскали с него самого собственника. Он не мог сказать, где машина была, что машина, сказал, что в эту ночь он спал, как бы, там, кто его машину взял, он не знает. В общем, его проблемы, все, взыскали непосредственно с собственника. Так, про алкозамки у нас тоже была информация, что их вводят уже на коммерческом транспорте, и все вообще легковушки будут ими оснащать. Ну и народ потихоньку встал на дыбы, мол, какого опять? Что за ерунда? Ну, это какая-то чушь какая-то про бивоны, знаешь, вот я так думаю, что никаких алкозамков, нельзя никого вообще обязать поставить алкозамок. А почему? У нас же шторки обязались. Возьмет Toyota и поставит обязательно условия, тебе не заведется машина. Тут просто, значит, кто чем мотивирует, типа, вот пьяный и все такое, но по вине пьяных водителей гибнет, там, 7-10% людей. 50% людей гибнет по вине плохих дорог. Конечно, алкозамки поставить проще, чем починить дороги, да? Ну, естественно, потому что дороги же чинятся из моего бюджета, а алкозамки ставятся за твой счет. Я предполагаю, что мировой опыт идет в обратном направлении, то есть, да, на каких-то коммерческих автомобилях, хотя алкозамки и есть, там, в Европе в основном, в Америке ничего подобного нету, и я считаю, что этого не будет просто. Ну, видимо, у кого-то кончились деньги, и кто-то хочет потихонечку начать, какая-нибудь фирма, которая принадлежит какому-нибудь другу, какого-нибудь чиновника или еще выше, вот, которая производит эти алкозамки и хочет их устанавливать. Тихонечко, да. Ну, где-нибудь в каршеринге, они, наверное, уместны, там, где большой поток. Нет, ну, каршеринг это понятно. Я считаю, что вот каршеринг сам должен отвечать за то, кому он отдает машину. Причем, необходимо как-то развести ответственность непосредственно водителя и самого каршеринга, потому что каршеринг, он очень доступен. Он доступен, и по факту, когда машина принимается человеком, да, в этот короткий прокат, то никто не знает, кто этот человек. Ну, то есть, сломанных аккаунтов эти продаются. Да, это правда. Поэтому идентифицировать личность достоверно невозможно. То есть, того лица, который автомобиль взял. И это должна быть проблема непосредственно самого каршеринга. Если взял иной человек от того человека, на которого документы, пусть отвечает сам каршеринг. Они хорошо зарабатывают, собственно говоря, поэтому должны хорошо отвечать. Хорошо отвечать будет Кирилл Фроманчук после небольшого перерыва. Напоминаем, что вопросы мы принимаем как по телефону, так и на WhatsApp. Любые автомобильные, что купить, что продать. Купить, как продать, если что, виноват в каких-нибудь ситуациях. Так что звоните, спрашивайте, ответим. Вступил вопрос на WhatsApp Кириллу Фроманчуку. Хочу купить машину БУ. Где ее проверить? По каким базам перед покупкой? Ну, во-первых, не советую покупать БУ машину саму, самостоятельно. Надо взять кого-нибудь с собой. Например, какого-нибудь знакомого маляра. Или нанять фирму, которая автоподбором занимается. Хотя бы, чтобы можно было отшить машины, которые уже при первом взгляде. Сейчас же приборчики же есть. Ну, приборы приборами, как бы, да, если машина сварена из двух, как бы, или из трех, или из четырех, как бы, то да. То есть, в любом случае, человек, который профессионально занимается автоподбором, он знает, куда смотреть, на что смотреть. Он знает все уловки, которые делают, чтобы скрыть пробег машины. Потому что, в принципе, пробег автомобилей, за исключением нескольких каких-то автопроизводителей, типа, там, Мерседеса, БМВ и Вольво, он мотается, там, за пару тысяч рублей вообще. Слегко. Вообще, да, то есть, и за несколько минут, то есть, поэтому, покупая, там, какую-то среднюю... А всякие, про всякие ходовые машины, типа, Солярисов и прочих, там, я вообще даже молчу, то есть, это, можно, не знаю, там, силой мысли, там, пробег любой выставить. Раньше на девятке можно было просто пальцем... Это сейчас настолько просто, да, ну, вот просто реально, очень просто, то есть, конечно, уровень кузовного ремонта и всего прочего, он тоже растет, и материалы другие уже применяются и все прочее, и уже многие маляры научились красить так, чтобы это было, да, по толщиномеру. Поэтому, в принципе, толщиномер может вам особо и не помочь, это просто какой-то дополнительный сигнальный такой инструмент, вот, все-таки человеческий глаз, он решает, потому что зазоры... Потертости, состояние ремней безопасности, насколько они жамканы, застежки, накладки педалей, там, пластик и прочее, потому что есть те вещи, которые не скроешь, допустим. Вот ты можешь, например, поменять руль на таксичных машинах, зачастую, когда их продают, меняют рули. Просто поменял. Да, у тебя раз новый руль, да, потому что руль стирается, накладка коробки передач стирается, да, но ты не поменяешь пластик, обшивки вот эти все, да, то есть, которые просто со временем вытираются именно из-за длительной эксплуатации, из-за контакта с руками, там, с ногами, то есть, еще что-то, да. Эти вещи ты не поменяешь, иначе, ну, просто смысла нет, как бы, да, то есть, поэтому лучше это, лучше привлекать человека, знаете, там, 5 тысяч рублей вы отдадите, зато вы... Ну, вот смотрите, допустим, есть сайт ГИБДД, есть сайт судебных приставов, сайт Федеральной Нотариальной Палаты, этим всем тоже можно пользоваться, да, но вот есть маленький нюанс, оно все периодически работает криво-косо. Весь нет. Или неправильно показывать информацию. Ко мне регулярно обращаются люди, которые говорили, мы в момент покупки зашли на сайт Нотариальной Палаты, Федеральной Нотариальной Палаты, пробили, никаких залогов нет, проходит год-два, и, типа, там, трехлетней давности залог вдруг появляется, причем трехлетней давности, типа, записью, да. А как защититься тогда? Ну, как бы, вот, как бы так. То есть, залог был, а в базах его не было? Ну, типа, он не был, потом он пропал, да. Понимаете, вот покупая любую БУ вещь, вы не застрахованы, в принципе, от притязаний прошлого собственника. Вот у меня суд сейчас идет, когда человек у своей, там, знакомой взял машину в рассрочку, час ей денег отдал, пошел, подписал от нее поддельный договор купли-продажи, сделал новый ПТС, пооформил машину на себя, заложил ее в два автоломбарда, в два микрозайма, потом продал ее, эту машину. Те люди год на ней поездили, новые покупатели, продали ее моему клиенту, и сейчас моего клиента истребуют обратно машину, та первая тетенька. Хотя он на себя поставил ее. Да, по поддельному договору. Причем машина два раза заложена в микрокредиты, которые тоже обратились в суд за обращением взысканий на эту машину, понимаете, то есть вы никак не проверите всю цепочку, на любой момент цепочка может вылезти. Вот у меня был случай, когда жена продавала от мужа по доверенности, по реальной доверенности, машину. Все продала, все проходит несколько месяцев, муж обращается в суд на этого покупателя. Мол, а я доверенность там отозвал еще там за день до продажи, ну это тупо мошенническая схема. Ну они договорились, наверное. Ну конечно, тупо мошенническая схема. Конечно, жена, продавая машину от мужа по доверке, не могла не знать, да. Можно на каких угодно мошенников нарваться. И покупка машины через дилер или через автосалон или еще через кого-то. А что такое отозвать доверенность? Если у меня документ на руках на 5 лет выдано с правами продажи, я же не могу пойти. А ты вправе обратиться к нотариусу, который тебе выдал доверенность, и чтобы он отозвал эту доверенность. Да, это не сделает. Страшно жить. Почему нет? Ну вот, кончилось. Ладно, у пассажа тут камеры пообещали, и все стали бузить, и на WhatsApp тут даже вопрос, нужны тут камеры или не нужны. Слушайте, ну если вы собственник камеры, то, конечно, она нужна вам. Как же нет? Какой вопрос, да? Такой завод в центре города Свечной. Это нужны ли камеры, да, подписался Андрей Казицын, да, или как его там зовут? Не важно. Ну проблемный же перекресток. Там вот пишут администрации, у нас таксисты паркуются на остановке, не дают людям проходу, значит, и так далее. Ну, таксисты везде паркуются, и все везде паркуются. И ведь они как бы общественный транспорт, они даже на остановке могут, если что, встать. Ну да. Ну, вообще, у нас почему-то власти так не любят таксистов, я вот заметил, особенно в этом году, как бы, вот эти, и сейчас ущемление прав парковки таксистов, и шторки, и все-все-все, как будто, не знаю, таксисты самое зло. Я вот считаю, что самое зло, это вот эти трамваи чешские 50-х годов, как бы, вот это реально адское зло. Почему? Потому что в них холодно, летом жарко, зимой холодно, летом жарко, там отвратительные сидушки, они отвратительно гремят, и просто, ну, это уже позор какой-то. Вкусовщина, хочется сказать. А вот такси! И бороться там с такси, при этом не развивая транспорт, не давая людям альтернативы, мне кажется, это путь тупиковый. По поводу пассажной камеры, ну, что могу сказать? Скоро, видимо, нам каждому на голову посадят камеру, потому что Екатеринбург, ну, прям вот, наверное, лидирует, ну, очень многое. Мы там скоро Москву догоним, наверное. На каждом почти перекрестке этот значок ужасный, камера, которого я боюсь просто. Да, а причем сейчас вот эта вот табличка, что фотофиксация ведется, ее скоро вообще не будет. Вот это подставка. Да, потому что лоббируют большие города изменения в ГОСТ, и, значит, там можно будет где-то поставить одну информационную табличку, что во всем городе, типа... Есть камеры, где-то есть камеры. Есть камеры, да. Поэтому, как бы, конкретно, на конкретном месте эту табличку ставить не надо. Я говорю, то есть, по каждым кустам будет сейчас, под каждого дерева будет камера и будет кого-то фотографировать. Ну, да. Это же пополнение бюджета, это приносит деньги непосредственно коммерческим фирмам, которые эти камеры, которыми владеют, которые их устанавливают. Так надо просто всем купить камеры и все. И друг за другом следить, да? Да. Большой правильный. Вопрос, который меня волнует. Вот камера стоит, есть знак, вот пока они есть, и, значит, как проезжать перекресток, потому что загорается желтый, я вроде как еду, мне резко тормозить, мне не тормозить. Ладно, гаишнику я могу на словах объяснить, что я не мог резко затормозить, нужно проезжать. А камере же я ничего не докажу. А у меня сейчас человек пришел обжаловать штраф за автобусную полосу. То есть, он на Малышева, типа, выехал на автобусную полосу. Приносит мне этот штраф и говорит, вот смотри, а я смотрю, его машина, рядом с ней гаишник. То есть, его остановил гаишник на автобусной, ну, то есть, бы не сказал ему зарпарковаться на автобусную полосу. Его тормознул гаишник. Да, его тормознул гаишник, понимаешь? Человеку пришла полторашка. Вот. Он показывает ей фотографию, там, как бы, ну, его машина, и он общается с гаишником, который его остановил, понимаешь? Ну, вот где логика, да? А вот смотри, сломался, например, дорога две полосы там, да? Что-то сломалось, ДТП или еще что-то. Нужно объехать. Сотни машин будут объезжать. А это бездушная машина будет? Конечно, конечно. Естественно. А кто-то, смотри, а кто-то не живет по месту жительства, а кто-то не получает почту, кто-то уехал вот, кто-то продал машину, ее новый не переоформил. И вот эти все люди, им все свалятся штрафы, они их не обжалуют, и у них приставы все спишут. Ладно, нанивай наушники, вопрос у нас на прямом эфире. 385-09-23, доброе утро. И быстренько ваш вопрос у нас, полторы минуты. Здравствуйте, Андрей, я говорю. Вообще у меня вопрос такой, вот они камеры здесь стоят, но надо также, у нас регистраторы у всех машины есть, может, свои камеры какие-то поставить и поснимать чиновников, как они живут-то. Вот тогда будет интересно. А то нас они контролируют, и есть вот спорные действительно вопросы. На перекрестке сделайте время, бежит, что зеленый сейчас через сколько-то секунд погаснет. Тогда, если, соответственно, не надо будет разгоняться, там, на желтый проезжать или на красный, понимаете, то есть, если пробка остановилась. Понятно, спасибо, спасибо. Меня вот больше гораздо, знаешь, чего удивляет? Сейчас же автобусы имеют право, имеют преимущество, да, когда выезжают с остановки. Они должны убедиться при этом, что им это преимущество предоставляет. Почему они забывают о том, что они должны убедиться? Он выруливает так, что я даже не знаю уже, куда деваться. Еще спроси, почему машина с мигалкой забыла убедиться, что ей предоставляют преимущество? Или пешеход, который вдруг решил перейти перед тобой дорогу, да, то есть... Ну, уступи, видишь, автобус включил поворотник. Вот это понятно, его надо пропускать просто из вредности. А вот эти-то, ребята... Притормози. Ну, вот еще более-менее троллейбусы как-то поскромнее, но вот автобусы, да, они абсолютно неуправляемые. Это просто зло какое-то. Я говорю, он выруливает так, как будто он либо сохранился, либо одно из двух. Ладно, Сергей пишет на WhatsApp. На въезде с Тюменского тракта висит табличка с камерой под знаком Екатеринбург. Вроде как уже начали. Ну, все уже, да. Значит, скоро все остальные снимут. Вот она как бы... Как это? Когда вы пересекали границу, видите красный флаг, да? Вот он действует на территории всей страны. Перекресток как проезжать? На желтый я могу ехать, если камера висит? Или мне все-таки перестраховываться? Это все зависит от жадности владельца камеры. У кого-то настроено так, что ты можешь проехать еще на желтый, а у кого-то настроено так, что ты проехать уже не можешь, и ты получишь штраф. Ладно, будем ждать этот момент. А как избежать штрафа? Или, может быть, есть такие опции какие-то, хотя бы обжаловать его на госуслугах? Вот об этом в следующий раз поговорим. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM.